Иранские силы безопасности за последние несколько дней убили не менее 106 протестующих в ходе демонстраций, вызванных повышением цен на бензин. Такие данные приводит правозащитная организация Amnesty International. Она отмечает, что, согласно некоторым сведениям, погибших в 21 городе по всему Ирану может быть до 200. Подобные протесты начали вспыхивать во многих городах после подорожания топлива. Высший руководитель Ирана Аятала Али Хамени обвинил в беспорядках иранских врагов, включая США, а протестующих назвал бандитами. Во вторник ООН выразила обеспокоенность в связи с тем, что иранские силы безопасности применяют против демонстрантов боевое оружие. Она также призвала власти проявить сдержанность. «Если использовать жёсткие формулировки и железный кулак, то возникает большой риск не только нарушить международные нормы и стандарты, но и усугубить ситуацию для всех, включая сами власти». Amnesty International приводит данные свидетелей, которые сообщают, что силы безопасности забирают тела погибших с улиц и из больниц, при этом отказываются отдавать тело родственникам. Получить данные или просто подтвердить информацию в Исламской Республике крайне сложно. Интернет там почти полностью заблокирован. Доступ к нему отрезали, когда начались протесты. Специальный представитель США по Ирану сказал, что его сторона предоставляет средства для обхода блокировки. «Мы пытаемся найти обходные пути, чтобы помочь людям преодолевать блокировку интернета иранским режимом. Мы считаем, что это может помочь некоторым людям выходить в сеть и продолжать загружать свои видео». С тех пор, как США повторно ввели санкции в отношении Ирана, в стране резко понизился курс национальной валюты, а также подскочили цены на хлеб, рис и другие базовые продукты. И теперь, когда подорожал ещё и бензин, многие иранцы чувствуют, что единственный выход – это выражать своё недовольство на улицах.